Приветствую вас дорогие друзья. Грунтовый сезон набирает свои обороты и мы с вами направляемся на турнир в Прагу. И я хочу разобрать противостояние между Севастовой и Потаповой. Но перед тем, как мы перейдем к разбору этого матча, все события, которые я разбираю в своих видео, вы можете найти с хорошими котировками на Мелбет, где не только удобный интерфейс, хорошие котировки, возможность смотреть трансляции, но и также быстрые выводы средств, плюс также бонусы на речкам и много чего другого интересного. Так что если вы еще там не зарегистрировались, то переходите по ссылочке в описании к этому видео. Ну а теперь к самому матчу. Не самые лучшие результаты в последнее время у Потаповой. Вот и снялась она в одном из крайних матчей. Были какие-то проблемы со здоровьем, но сейчас вроде как все у нее в порядке, ничего не беспокоит. И стоит учитывать тот факт, что грунт в Праге похож на грунт в Москве. В прошлом сезоне впервые играли турнир в Москве на грунте. И там, если вы помните, российская теннисистка дошла до финала. То есть ей близко такой тип покрытия. Она знает его, как на нем играть. Поэтому ей будет комфортно в плане ощущений, в плане игры самой. В соперницах у нее Севастова, которая, ну, скажем честно, в последнее время не впечатляет своей игрой. И на турнире в Штурнгарте она не блистала. И ранее как-то тоже у нее много таких было неудачных матчей. И, если честно говоря, я даже не припомню, когда у нее были матчи такие, прям, знаете, уверенные и легкие победы. То есть реально она порой играет сама собой, можно сказать. То есть сама себя загоняет в какие-то психологические рамки, я не знаю. Вот психология у нее страдает. В принципе, она у нее раньше страдала. Но как-то в последнее время не видно огня в глазах у этой теннисистки. Поэтому я бы не стал ее так высоко оценивать, как это делают сейчас. И я считаю, что форлов плюс 6 геймов на Потапову, это очень хороший вариант для данного матча. Ну, а если, друзья, вам интересен также разбор других турниров, и в частности мужской теннис, то, как я уже говорил, загляните в группу Макса, который разбирает эти турниры, и в частности мужской теннис. Ссылка будет также под видео. Ну, а у меня на этом все на сегодня, друзья. Всем вам спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. И до встречи в новых выпусках. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok